Отправная точка в этой работе это история моего прадеда, который был греком, всю жизнь он прожил в Одессе и в 49-м году его репрессировали и отправили в Казахстан, в небольшой поселок, который называется Чилик. Так, воспоминания отца и вот эта вся история прадеда, она очень близка к жанру греческой музыки, которая называется римбетика. Это песни других переселенцев, которые пришли в Афины и Салоники из Малой Азии после 22-го года. Очень грустные, такие суровые, печальные песни о тяжелой судьбе, о маргинальных социальных группах. В моей работе присутствуют два элемента. Это песня, которую по моей инициативе записал берлинский музыкант Юрий Гуржи, который специально создал музыку и текст. Основывается лирика этого произведения, этой песни на письмах, которые отправлял мой прадед. То есть там присутствует еще вот эта часть. И это я отправился в Казахстан, в это место я нашел это и установил громкоговоритель, из которого доносится записанная песня. Это фотография этого места с громкоговорителем и даже сейчас музыка звучит там. Я нашел несколько греков, которые до сих пор живут там, их детей к тому же. И они очень благоприятно восприняли эту идею, она им очень близка, им понравилась очень песня. Они проявили максимальную доброжелательность и отзывчивость и помогли в установке этого всего. И для них это очень тоже животрепещущее. Тут можно очень долго и много говорить об этом. Это, ну, во-первых, это память и вопрос памяти, идентичность. Это то, что меня волнует, и вот, если выразиться немного поэтично, это вот поиск какого-то утраченного голоса. И вот вообще обращение к голосу, это очень важная часть, поэтому песня, собственно. И... Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!